Книга притчи Соломоновых, глава первая. Притчи Соломона сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей, жребий твой, ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засады для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчат чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входе в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла.